Знаете, иногда и круто, что вам откажут, например, не знаю, в какой-то компании, может быть, вы вообще другого чего-то хотите достичь. Окей, пошли в другую дверь, постучались, в эту дверь не открывают, пошли в другую дверь. Какая им дверь да откроется именно для вас, вы добьетесь того, чего именно хотите. Всем привет, меня зовут Оксана. У меня сейчас, как раз мой женик сидит, я совладелец кофе-вань, если знаете ресторан. До этого я обучалась за границей и решила немножко подробнее рассказать, потому что я знаю, что многие мечтают учиться, многие хотят туда попасть, но иногда сталкиваются с какими-то проблемами. То родители не разрешают, то, может быть, недостаточная мотивация, то боятся немного, и поэтому немного расскажу. Начну немножко с минусов обучения за границей, сразу же так. То, что многие боятся, то, что стоимость обучения много высокая, но, скажем так, если сравнивать, например, я училась в Латвии сама и плюс еще во Франции. В Латвии не такое дорогое образование, например, если ехать во Францию, в Германию. И получается, вы можете, например, если здесь в университетах стоит где-то 5 тысяч долларов, я не знаю, там где-то примерно такая же стоимость, но вы получаете немножко другие возможности. Я на самом деле не знаю, насколько здесь в Ташкенте Erasmus Student, то есть это обмен студентами, насколько здесь он возможен, но говорят то, что возможен. Я, получается, отсюда сдала документы все и уехала там. Получается, на третьем курсе я получила Erasmus Student, то есть у меня были высокие оценки и еще плюс двойной диплом. То есть я уехала во Францию еще и год обучалась там, плюс у меня сейчас два высших образования европейских. Вот. Я думаю, значит, вы уже, в принципе, знаете английский язык, что если вы уже туда едете, языковой барьер, в принципе, вас не будет. Окей. Оформление документов зачисления – это немножко проблема, потому что я знаю, что немножко такая бюрократия с этими документами, плюс если вы едете в Европу, то нужно получить визу, и знаю, иногда некоторые не всегда могут получить эту визу, то есть бывают и отказы, при том, что у вас все документы собраны. Понятно, почему все хотят за границей, потому что у вас высокое образование, и, в принципе, с этим диплом вам открыты все дороги. И я помню, к нам во Францию приезжали с Johnson & Johnson, Dior, Chanel, то есть таких компаний, и это так как это востребованный вуз, они прям забирали оттуда студентов, и мы к ним подошли и сказали, что вот мы как бы бакалавр сейчас заканчиваем, могли бы у нас принять. Они такие, да, окей, но нужна магистратура, то есть реально магистратура для них это важно. Если вы будете вдруг, у вас есть бакалавр, и вы работаете на какой-то одной позиции, у кого есть магистратура, то магистратура, кто на магистратуре, то будет двойную оплату получать, то есть вы будете все равно меньше получать. Вот, например, для Европы это важно, магистратура. Например, я не заканчивала, я хотела, думала, но из-за карантина немножко сбились планы, и так я думаю, окей, ладно, может быть, на какие-то курсы точно так же полечу. Это, знаете, еще когда мы приехали, нам говорят, что вы здесь не для того, чтобы получить скорочку, а вы здесь реально для контактов. И это прям, ну, это одно из самых таких прям плюсов, то, что вы знакомитесь с разными людьми. То есть со мной учились ребята с Австралии, с Канады, с Германии, то есть прям такая международная среда. И поначалу, конечно, первый год это суперсложно, то есть ты немножко, у тебя другая культура, ну, другое вообще видение, и ты тут приезжаешь, у тебя на 180 градусов вообще ракурс меняется, ты все равно скучаешь по родителям, и, ну, как бы привык уже к другому, да. Вот, поэтому общайтесь с другими студентами, заводьте новые связи, и сейчас, кстати, мне они помогают, то есть у меня сейчас ребята, кто во Франции живет, кто в Латвии, это мои близкие очень друзья, поэтому, ну, то есть приобретение таких крутых контактов, они вам в дальнейшем помогут. И если вы поступаете реально в крутой вуз, с кем вы будете учиться, они будут либо предпринимателями, либо топ-менеджерами, ну, связи решают все, даже в Европе так нам говорят, то, что корочка как бы недействительна. И то, что, так как вы сказали по России, окей, но я просто больше про Европу, я в Москве работала, не училась, у меня то, что пригласили, поработала немного. Вот, то, что круто перемещаться, то есть вам выдают вид на жительство, и вы, в принципе, свободно можете ездить в любые страны, путешествовать, это огромный плюс, особенно для студентов, там всевозможные скидки, и, в принципе, вы можете просто познавать мир, то есть, и плюс там у вас может быть на 150 евро, на 150 евро вы можете там объехать, например, 5 стран, там и во Францию, в Германию, и т.д. и т.п. Вот, но для студентов это очень круто, я считаю, что пока вы студент, пока вы такой молодые, нужно реально прям брать, делать, с ним бояться, и прям путешествовать. Я вам пряжелее, что мало-немного путешествовала, то есть я такая была задротом, училась, т.д. и т.п. Вот, поэтому это очень круто. И многие спрашивают то, что можно ли совмещать учебу и работу. То есть, ну, да, можно. Я, у меня, у меня ребята и работали, и учились, но это было немножко сложно, потому что надо понимать, что там учеба сильная, и там никак не списать, ничего не сделать, то есть нужно реально пахать, надо учиться. И я вот, например, на втором курсе улетела, опять же, во Францию, у меня вообще не было, я вообще не знала французского, то есть я приехала в Ригу, у меня как дополнительный язык был французский, и я выучила его, и через мэрию сделала документы, и уже два месяца работала во Франции, то есть мне такую предложили возможность, плюс ты еще практикуешь и еще зарабатываешь. И надо посмотреть, какие университеты, что они вообще вам предлагают, какой у них вообще балл, насколько, ну, кто заканчивает этот университет, какая численность, то есть быстро ли они находят работу. То есть в это все нужно посмотреть и посмотреть, ну, насколько университет вам может дать, то есть потому что выбор университета, это реально прям, вы можете примерную картинку понимать, куда вы идете, ну, хотя бы, а полностью вы не ощутите, пока там не окажете. Поэтому нужно понять, что вы хотите, какой университет, прямо определиться и лететь. Здесь я немножко дала ссылки на сайт, то есть если вы, может быть, еще думаете, вы можете зайти на этот сайт, посмотреть одни из лучших вузов мира, то есть может быть какую-то интересную кафедру посмотреть, да. И также какие стебенти и гранты можно получить в портале, вот этот портал, посмотрите такое. Я, например, оформляла документы через Балтик-центр, когда летела, они 12 лет уже на рынке, но я знаю, что они, по-моему, только отправляют в Латвию, ну, в Балтийские страны. Я потом нашла вот эти и эсэсус, они, кстати, тоже моя знакомая, она тоже отправляет студентов за границу, но там уже больше, там, по-моему, большой выбор спектр, там и в Германию, и Великобританию, куда хотите. Да, я училась в университете Ресебе, это латвийский университет, и Catch Business School – это во Франции, в Бордо. Надо еще смотреть, то есть, есть они, например, Catch Business School, он есть и не только, я учусь в Бордо, есть и в Париже, в разных, короче, городах, поэтому смотрите, как вам нравится, вот. А в Канаде, да, тоже у нас, ну, то есть, я настолько, знаете, заряжаюсь, когда ребята уезжают за границу, то есть, у них такое прям расширение идет, прям возможности, они вообще по-другому начинают видеть, по-другому вообще, как его, расширяют свои рамки, расширяют свои горизонты. Это очень круто, и круто, если вы там останетесь тоже, там есть большие перспективы, и круто, если вы вернетесь и будете что-то делать для страны тоже, например, как я это сделала. Вот, хотя я могла там работу спокойно найти, как бы предлагали, и как-то так. Я слышала то, что если хочу поступить, значит, на MBA США, да, то там еще нужен опыт работы, желательно в управлении, там, менеджменте, такое, на MBA. Обязательно или можно просто сдать там, SAT, GMAT, опыт? Я думаю, что да, ну, в Америке нельзя, у меня там, в принципе, там стрелка учится, но она именно не на магистратуру, она на бакалавр подавала документы, и она просто сдавала, по-моему, TOEFL. То есть, в принципе, если у вас, ну, высокая оценка, то спокойно вас там принимают. Вот, ну, в Америку, а, кстати, как вы собираете, ну, то есть, в какой университет? Я пока еще не выбрала. Не выбрали? Ну, MBA, точно. MBA, понятно. Ну, я, кстати, могу поговорить, у меня просто стрелка там обучалась, и, может, какие-то вам там интересные штуки подаст. Вот. А так просто я училась в 2012 году, и на тот момент было очень мало студентов, отправка, и у нас было только две девочки из Узбекистана, и мы, у нас было обучение на английском, и, понятное дело, даже если у вас высокий балл на английском, то надо понимать, что вы учитесь с другими международными студентами, и у них акцент, у них сленг, у них это все разное, и, конечно же, первое время немножко сложно понимать, и потом, как бы, в дальнейшем постепенно уже, как бы, осваиваешься. Вот. Я больше, ну, как бы, я такой человек, который проходил, мне кажется, такие немножко первые стопы делала, потому что и в этот университет никто раньше там с Узбекистана не ездил, они там даже не знали, где это, ну, где это вообще страна, то есть ему там больше рассказывают, и т.п. и вот, сейчас я вам покажу здесь, то есть мы очень много говорили про Узбекистан, разные вечера устраивали, то есть больше оповещали про нашу страну, что у нас есть, и как бы больше привлекали сюда тоже. Это наш тоже класс, это во Франции тоже ребята с разных стран. И про жилье, кстати, тоже нужно смотреть заранее, потому что, может быть, вам будет круто в семье жить, может быть, вы отдельно, потому что в семье, насколько я знаю, вот у меня ребята жили, намного дешевле обходится, нежели жить одной. Я, например, одна жила, и я платила, ну, просто бешеные налоги, и потом мне через год еще приходит налог, типа заплатите налог на землю 400 евро. Ну, французы, они такие бюрократы, и то есть очень много всего нужно платить, нужно как раз-таки все просмотреть детально, какие могут быть расходы, потому что вы рассчитываете на дно, а приезжаете, и получается, там у вас еще какие-то налог то ли на землю, то ли на свет, не знаю, страховка, обязательно сделайте страховку, когда вы улетаете. Потому что у меня было, например, ЧП, когда у меня страховка начиналась в октябре, я прилетела в сентябре во Францию, и у меня такое было, ну, случилось такое неприятные инциденты, то есть мне страховка ничего не покрыла. То есть поэтому, ну, и там достаточно большие деньги ты платишь, и не всегда ты попадешь, например, к тому или иному врачу, потому что там нужно заранее у них записываться. Ну, вот к этому нужно быть готова, брать с собой все какие-то медикаменты, потому что там немножко по-другому все это действует. У меня было, знаете, получается, там считается средний прожиточный минимум этой страны. Например, во Франции было 600 евро на месяц, и мне платили 6 тысяч евро, получается, на 10 месяцев. И плюс там какие-то программы были, что за студентов они еще, например, могут доплатить. То есть они потом еще нам перечислили тысячу евро. В итоге у меня было 7 тысяч евро. Это, ну, очень круто помогло, потому что расходы большие, и этот scholarship как раз-таки помогает. Ну, то есть если вы как Erasmus едете, либо двойной диплом делаете, то это... А вы какие страны сами рекомендуете, чтобы получиться? Футболскую школу, например? Или какие страны... Ну, я рекомендую... Смотрите, я рекомендую Францию, потому что я сама там училась, и там реально учеба сильная, и с французским дипломом, в принципе, вам все дороги открыты. Но там реально нужно прям учиться. Латвия, она такая более немножко лайтовая. Ну, первый курс, конечно, для меня был немного сложноват. Потом второй, третий, ты уже привыкаешь нормально. Но почему Латвия? Она легче, потому что там есть русскоговорящие люди, и поэтому тебе немного легче. Если ты едешь, например, во Францию, либо в Германию, надо понимать, что у них есть свой язык, там французский, либо немецкий. И тебе по-любому нужно будет немного как бы знать какую-то базу этого языка. То есть у вас и так очень много учебы, то есть вам надо там ночами, днями. Я просто сама знаю по себе, я там по два часа в день могла спать, потому что там очень сильная учеба. То есть там, если ты не сдаешь, то ты можешь пересдать экзамен только на следующий год. То есть у меня были ребята, кто, например, с Великобритании, это их родной язык, и они не сдали экзамен. То есть им пришлось через год прилетать, чтобы сдать экзамен и получить как бы эту корочку. То есть такое, если там вдруг вы там списываете или еще что-то, ну там вообще это неприемлемо. То есть вас просто могут выгнать спокойно с университета. То есть и там так немножко строго. Ну, рекомендую Францию. У меня ребята многие в Германии учатся. Вот им про сестренку у меня в Америке учатся. И сейчас, ну, как бы ей все нравится, и все супер. Латвия, если вы не особо знаете, ну, как бы английский немного так, ну, может быть, там А2 уровень, да, тогда, может быть, там Латвия, Чехия посмотреть. Хотя в Чехии тоже, вот у меня ребята знакомые, они закончили университет и работают в компании Johnson & Johnson. То есть их тоже там быстро нашли работу и на такие крутые, ну, топовые такие позиции. А магистратура тоже так же или есть еще? Магистратура вообще в Европе, и вот как я сказала, то, что ценится магистратура. То есть магистратуру тоже самое можете. Вот именно такие, ну, больше, конечно же, ехать в такие прям, ну, развитые прям супер страны. Это вот Германия, Франция, может быть, Испания, Италия. Такое. Британия, говорят, что... Британия, это вообще супер. Это вообще круто. Я просто почему про Великобританию не говорю, потому что, ну, да, там тяжело. Ну, там, то есть, там вообще high level, да, такое прям. И там плюс, и ты платишь, ну, достаточно. То есть там обучение, ну, дорогое, например, Франция. Я училась там примерно магистратура, где-то 15 тысяч стоит. Ну, то есть я не училась на магистратуре, но я когда узнавала 15 тысяч евро, то есть в год. А если бакалавр, то может быть 9 тысяч. Но точно так же у вас есть, например, вариант поехать, там, не знаю, в Латвию, в Литву, в Чехию, и оттуда улететь в ту страну, и там уже, как бы, получить второй диплом. Но у вас, ну, как бы, и вы будете платить не ту сумму, которую там во Франции ребята, кто со мной учились, они там 10 тысяч евро платили, я, например, платила 5 тысяч. Ну, то есть, если у вас высокие оценки, если вы стремитесь, то у вас и плюс еще будет 2 диплома. Это очень круто. Они, ну, предоставляют. Хотя, например, я когда прилетела, я закончила на красный диплом интерхаус, и я когда прилетела, я была в самом конце списка, знаете, вот вообще. То есть я когда смотрела, у меня оценки были просто там 3-4 высокий балл, это 10 баллов, и мне было так обидно, как бы, ну, как так-то, у меня же красный диплом, а тут я приехала и в самом конце списка. Поэтому, да, пришлось очень много учиться, стараться, и потом вывела свои оценки на высокий балл. И ко мне уже сами подошли, кто там в администрации, сказали, как бы, Оксана, не хотели бы вы поехать представлять Узбекистан и Латвию? Такая, ну, почему бы нет? И как бы, но делать это лучше на втором, либо на третьем курсе, потому что на четвертом курсе вы пишете дипломную, и, например, ребята, с кем я училась в Латвии, они писали полгода дипломную, они не учились и полгода учились, а я, получается, и дипломную себе, и французский там все, ну, то есть во Франции, получается, целый курс отучилась и сдавала там документы, это было, ну, очень сложно. Поэтому второй, третий курс, когда у вас есть такой немножко лайтовый будет более режим, нежели там ты дипломную там, и, короче, я вообще такой весь трясущийся просыпаешься. Поэтому так вот, да. А на стажировку тоже получается лучше после магистратуры подавать? На стажировку, вот смотрите, я на стажировку подавала во Францию, просто поработать, какой-то типа work and travel же есть. А, то есть то, что work and travel, там именно работают официанты и все такое, да? Ну, вы знаете, я, например, как сказать, мне было, ну, сколько, получается, 21 год, может быть, там, или сколько, 20 лет, и, ну, типа, это для меня было интересно. То есть я не официантом работала, работала в музее моря, и там были все французы, и они никто не говорил по-английски. То есть я такая, ну, хотя бы кто-то будет разговаривать, они все как бы на французском говорили, и это супер поднимает твой уровень, и, в принципе, тебе еще за это платят, и у них там оплата, например, у меня была 1200, при том, то, что я работала днем, поработала чуть, потом в обед поработала, и как бы у меня еще два дня выходных было, и это прямо находится прямо около Атлантического океана. То есть, ну, не работа, а мечта, я вам скажу, такой, плюс тебе платят. Ну, то есть ты ничего по сути не делаешь, ты поднимаешь свой уровень языка, общаешься с другими людьми и говоришь, там, где какая рыбка находится, там, ну, так, да, скажем так, вот. Ну, это было очень интересно, и плюс нам университет такую предоставил возможность, так как я, ну, там, европейский бизнес, на втором курсе они нас отправили сами во Францию на один месяц, то есть мы платили только за перелет, за, мы жили на первой линии прямо около Атлантического океана, и, то есть мы за жилье не платили, то есть платил университет, это вот такая вот, наверное, такую плюшку предоставили, и там три часа учились до 12, и потом делаешь, что хочешь, загорай, плавай и такое. То есть надо смотреть, что университет вам предлагает, что он может вам дать, то есть вот какие именно, сколько денег он вам может дать, например, там, на Erasmus или еще что-то, потому что нужно такой щедрый, скажем так, университет, ну, выбирать, который вам в дальнейшем как-то поможет. И они действительно, прям, если за тебя берутся, они действительно там, преподаватели хотят тебе помочь, то есть если вдруг ты там, здесь такое больше, такое узкое направление, там, ну, как бы, такое, типа, не сделают, и т.д. И здесь, например, в интерхаусе у меня было очень строго, не знаю, я только могу сравнить с интерхаусом. Там, реально, преподаватели, у них есть свои бизнесы, они приезжают, например, на две недели тебе ведут и говорят, они занимают топовые позиции тоже в таких крупных компаниях, да, и они так интересно это рассказывают, и ты прям заслушиваешься, то есть прям ты бежишь на эти уроки, потому что тебе, ну, очень интересно. И ты, причем у одних одна точка зрения, у других другая точка зрения, плюс тебя там еще в группы определяют, там, у меня там сенегалы ребята были из Германии, вот нам надо же еще месяц к одной единой прийти, там, какого цели, да, мысли, и как бы это тоже немножко сложно, потому что он говорит одно, а вы другое, то есть это тоже такое, знаете, толерантность вырабатывается к другим нациям, к другим культурам, и ты такой, ну, и именно такой, знаете, общительный, что ли, больше становишься такой, не боишься ничего, а ты такой очень дерзкий, именно в те годы, скажем так, вот. Про магистратуру, да, если что, вы можете мне написать, я могу узнать, у меня ребята, кто есть магистратуру, закончила во Франции, там, есть кто в Америке учился, есть кто в Лондоне учился тоже, ну, то есть у меня ребята из того, что я со всеми познакомилась, они со всех уголков мира, я со всеми, в принципе, как бы поддерживаю контакты, общаюсь, поэтому если будет что-то интересное, можете мне написать, я реально как бы у них и знаю, и я с удовольствием поделюсь с вами информацией этой, вот. Может, есть еще что-то, что вы хотели спросить? А сейчас можно подпишись? Сейчас мы с Женихом открыли ресторан, ну, то есть ресторан, называется Coffee Wine, вот, я сначала до этого приехала сюда на, просто на каникулы, потом пришла в Murat Buildings чисто помочь что-то по маркетингу, в итоге меня так углубила эта вся тема, и осталось нам на полтора года, и потом решила, что, в принципе, я все дала этой компании, какие мои знания, очень много всего, и они мне такой, скажем так, фидбэк, да, дали, вот. И потом решили, что я поняла, что, ну, я сейчас могу уже что-то свое создавать, и мне хочется, ну, самой себя, то есть предпринимательство, это такие горки, и, то есть, и не кто-то за тебя ответственность берет, не работодатель, а ты сам за себя берешь ответственность, и, то есть, со всем с этим разбираешься, то есть, это намного интереснее, интереснее жизнь становится, такие риски. У меня факультет был маркетинга, да? У меня факультет был европейский бизнес, а во Франции был международный бизнес, то есть, мы там, в принципе, все изучали, мы тоже изучали про такая cross-culture, то есть, в каких странах как общаться, например, там, какой бизнес делать, то есть, там, не знаю, в Дубае как бизнес делаете, это ИТП, в Узбекистане, конечно, там не объясняли, как делаете бизнес, но с других стран объясняли, что да как. Ну, еще один вопрос, например, какое ваше упражнение, например, либо обработка, или то, что вы учились по колобританию, или тепло? Что они смотрят, например, по заданию? В Европе смотрят на магистратуру. Больше магистратуру? Да, для них это, знаете, странно, что, например, почему ты после бакалавра сразу же не поступил на магистратуру, то есть, если у тебя есть период какое-то времени между бакалавром и магистратурой, то они тебе задают вопрос, а что ты два года делал? Ну, то есть, для них это немножко странно, типа, если ты уже учишься, то нужно как бы бакалавр закончить сразу же на магистратуру. Вот, а в принципе, есть такие ребята, которые... Некоторым даже и не нужно образование, скажем так, вот они заканчивают в школу, да, и они сами такие пробивные ребята, которые я тоже это, ну, считаю, нормально, то есть, они очень много учатся, опыта набираются, и они как раз-таки большинство открывают свои компании какие-то, ну, то есть, они не работают на кого-то потом в дальнейшем, то есть, они к 22 годам, они уже тоже состоявшиеся личности, они больше, например, обучение нас учат, там, вот, поэтапно, то есть, ты закончил, потом поступил на какую-то, там, в какую-то крупную компанию, потом там занимаешь посты, т.д. и т.п., кому это нравится, кому-то вот другое, например, то есть, хотите, получаете высшее образование. Сейчас такой мир, что, в принципе, вы можете вообще курсы какие-то получить и идти работать и дальше развиваться в этой сфере уже зарабатывать. Просто все-таки в Европе все так системно, и тебе нужен, ну, то есть, прям, хороший тебе должен бал быть после школы, потом бакалавр ты должен, ну, хорошо, да, закончить магистратуру, и только потом, в 25 лет ты идешь на работу, и то ты, как бы, все равно сразу же не на самую топовую позицию, да, идешь, ты все равно потихоньку поднимаешься по карьерной лестнице, и там вот надо понимать, почему у меня был такой возник вопрос, то есть, оставаться во Франции или нет, потому что, когда вот преподаватели с разных, там, компаний приходили к нам, они говорили, ну, вот я 5 лет была сеньор-менеджер, потом 5 лет таким-то менеджером, то есть, я думаю, 5 лет, то есть, ну, это же прям за 5 лет столько много всего можно сделать, и поэтому вот для меня это было немножко, как бы, ну, дико в плане, потому что очень-очень медленно нужно по карьерной лестнице подниматься, ну, с 50 годом ты уже там будешь, что у тебя будет там это, но там до 40 лет ты вот потихоньку поднимаешься, конечно, у тебя оплата сразу же, в принципе, будет там, ну, если ты хороший специалист, то, например, вот у меня знакомая, она получает 3 тысячи, и, ну, понятное дело, что... Налоги там большие, да, то есть, ну, нужно вот это сравнивать, то есть, я тоже думаю, то есть, налоги большие, то есть, ты зарабатываешь, но ты все равно очень много, ну, отдаешь туда, там, прям, здесь ты, там, ни ты не делаешь, здесь страховку, ты не платишь там за дом или там за сигнализацию, то есть, даже за мусор, ты налог там какой-то бешеный не платишь, но там это вот все прям по полочкам, нужно прям очень следить за документацией, потому что если вы вдруг что-то пропустите, то вам придется либо платить большой штраф, либо там уже по-другому как-то как-то разбираться. Ну, там у меня был разный классик про то, что вы учились в Европе, хотели, например, родители, а они, например, не заплатили. А родители? Да. Папа был против, да. Мама, ну, как бы они... Ну, как сказать, я просто сказала то, то, что, ну, я беру ответственность за себя, и я родителям, в принципе, всегда показывала то, что если они уверены в тебе, в твоем поведении вообще, ну, как бы как ты ведешь себя, то они незачем тебя бояться. То есть, есть, конечно же, там, я видела, как там ребята, «Хей, Европа, все, пошли тусить», такое, да, то есть, ну, если вы, в принципе, не такая, то что там бояться? То есть, главное, чтобы у вас было хорошее там либо общежитие, либо где вы будете жить, то есть, кампус какой-то именно прям посмотреть, чтобы вам было комфортно, удобно, и охраняемо, да, была территория, чтобы родители особо не переживали, потому что первое время я поехала как там, типа, отель, он предоставлялся от университета, и там была как бы охрана, и мои родители такие более-менее успокоились, что, в принципе, там, но меня не устраивало то, что там нужно было там, не самую готовишься, все равно как бы так жить не... Я потом перешла в другой кампус, нашла себя, нашла себе, вот, и переехала туда. Но родители, что, через маму уговаривала папу, так вот, говорила, я очень хочу, как бы я ответственна, вы поверьте в меня, я все, ну, как бы, я такая. И, конечно, у тебя уже как бы ответственность, ты понимаешь, что ты не можешь подвести родителей, вот это вот немножко на тебя так давит, то есть, поэтому ты дальше-дальше добиваешься, скажем так. Вот, поэтому... Просто у всех же разные, то есть ты в Европу уезжаешь, ты думаешь, о, ну, как бы, все по-разному предлагают, для кого-то это возможность, там, не знаю, потучить везде, поездить по всем странам, ну, то есть это больше такие, ну, для парней, скажем так, ну, то есть у нас там бывает такое, что-то там с крыши сносит, а для девушек, не знаю, всех, ну, кто со мной учился, они прекрасно там и закончили, и сейчас дальше там, либо сюда кто-то прилетел, тоже они, кстати, свой бизнес начали, а кто-то там остался. Поэтому, ну, главное не бояться, и главное, брать ответственность за себя, брать все в свои руки и делать. Еще вопрос. А ваш бизнес, с каким он капиталом открыли? Да, мы рассчитывали на одну сумму, как бы, ты точно такой же, как бы, ты в университете учился, и я говорю, Дям, что-то у меня есть бизнес-план, я тут все расписала, все нормально, как бы, подсчитала, все нормально, но, так как у нас в Узбекистане, у нас не всегда все. Ваши вот эти реальные суммы подошли или не были как-то? Вообще нет. Нет, нет. Ну, то есть, надо понимать, что как бы учеба, это учеба, когда ты попадаешь в реальный мир, совсем все по-другому, то есть, тебе нужно по-другому немножко действовать, эти знания тебе помогают, но, да. Первые годы доходы были, или главное, чтобы не было минус? Первый год вообще в бизнесе всегда так, что у вас, первый год это идет просто на окупаемость, то есть, вы пока потихоньку окупаете, о доходах вообще речи не может быть, вы только вкладываете, так как ваш ребенок, вы только вкладываете, вкладываете у него, и все, а уже после первого года, если ваш бизнес начинает расти, это круто, и как раз у нас после первого года бизнес начал расти, и как бы доход начал увеличиваться, и уже мы начали и зарабатывать, вот, но первый год это нужно, опять же, выдержать, блин, первый год это всегда, знаете, вот поедешь ты в другую страну, Тебе будет немножко первый год сложно Начинаешь ли ты бизнес, тебе тоже будет сложно И первый год ты еще молодой Ты такой зеленый в этом бизнесе И ты еще не совсем понимаешь Что и как, новая сфера И год ты этот таким Учишься, тебя закаляет круто И дальше Если выстреливает после первого года, то продолжайте Если не выстреливает, то закрывайте Потому что дальше Желательно вообще до года Купить все У некоторых ресторанов получается и за 3 месяца купить Поэтому Так вот Вообще Я знаю, что ребята тоже в Европе хотели Создавать свой бизнес, но там намного сложнее С этим, то есть элементарно Там где поставить, переставить Например во Франции переставить Плиту с другой стороны Это нужно утверждать, идти Ну то есть это прям Большое количество времени, поэтому там такие рестораны Знаете, по 100 лет, по 60 лет Потому что Они такие прям стабильные То есть у них все вот так вот четенько У нас там Мы можем, ну как бы как хотим Как нам удобно переставить тут розетку сделать Там даже розетку нужно какую-то согласовывать Ну то есть там прям все по согласованию То есть там Немножко сложнее В Европе, потому что там большая демократия Мне кажется В Америке вот Силиконовая долина Многие про нее говорят Там намного легче Я думаю, что ну как бы Там они такие более живее А европейцы они такие более консервативные То есть им нужно поэтапно А Америка она такая Она живая, она энергичная Вот у меня Я думаю, ну как бы Если бы я выбирала Может быть даже сейчас Я бы тоже туда полетела Потому что там реально интересно И там туда сейчас в принципе Все вот эти вот айтишники Вообще в этой сфере То туда все слетаются И делают крутые проекты И стартапы там То есть там стартапы очень поддерживают В Европе, например, все не так А там прям очень Прям Так вот Да Да Я вообще Эйчару не понравилась Но потому что Ну она как бы сказала Ну я говорю Ну окей Она просто меня не увидела Я понимаю Да Она знаете Мне очень много вопросов задала Но из того, что Мурада Кяй Из того, что меня лично знал То есть то, что я закончила То, то, то И мои способности Поэтому мне просто Как формально нужно было Ну то есть через Эйчар пройти Но Она как бы да Приняла меня Но Она Ну я считаю, что Например Были сотрудники Которые, например Не тянули на какие-то должности Да, скажем так Но почему, например Их приняли А тут реально Ты стараешься там Пашешь, работаешь И как бы Это уже У тебя уже виден Результаты Они как бы Ну Я согласна Они реально Какие-то глупые вопросы И они слишком Вообще В принципе Очень сильно Высокие Какие-то стандарты Но по факту Это не так То есть Ну как бы Эйчар может быть там сильный А остальные сотрудники Не всегда сильные Какие качества Должны быть у Например У Эмплей У кого? У Эмплей Это У Интервью То, что Вы Да А какие качества Должны быть у вас Чтобы Вы Брали На Рассоран Разные То есть Вам Какие качества Больше Вы Знаете Мне Вообще Не важен Опыт Работ Ну То есть Мне важен Опыт Работы У Поваров То есть Опыт Работы Должен быть Хотя бы Там Минимум Пять лет Потому что Все на первый год Они там учатся Но пять лет У меня сейчас Работа Повара Работа Которые Минимум 15 лет У них Опыта И они Все Причем Поработали В России Официанты Бористы Мне Не важен Опыт Потому что Ты можешь Их То есть Нужно Общаться С людьми Нужно Продавать Бористы Ты можешь Спокойно Научить Технике Как бы Как готовить Кофе Как заваривать Я считаю Что нужно Нанимать Сотрудников Которые Реально Знаете Горятся В этой Страсти Может быть У них Нет опыта Или Которые Реально Желают Чего-то Добиться Для твоей Компании Они намного Больше Достигнут Нежели Те Которые У них Столько Это Корочек Они Такие То-то То-то Они Зачастую Просто Просиживают Штаны И Я не знаю Как работодатели Очень многие Не видят Что Половина Сотрудников У них Вообще В принципе Особо Не работают Тянут Только Такие Которые Более-менее Адекватные Скажем Так У кого И знания Которые Хотят Что-то Добиться Остальные Сотрудники Просто Приходят Как бы На работу Полдня У них Занимают Чар Кофе Попить И там Поболтать Ну это У нас Такое Менталитет Что мы Можем Мы хотим Поболтать Мы хотим Тут Это Ну это В менталитете И поэтому Да И поэтому Ты приходишь В компанию Там Банк Типа Ну сейчас Подождите Я как бы Сейчас Чайку Попью Ну в Европе Немножко Немножко По-другому Там Немножко Построже Конечно же И Отбирают Там тебя И конечно И смотрят И на Твои там Или диплом Или на Твои оценки И Смотрят Вообще На какой Ты человек И в принципе Там же еще Берут поэссе То есть Меня Еще плюс Чтобы ты Получить Двойной диплом Чтобы вообще Туда опять же Во Францию Поступить Нужно было Написать Крутой эссе Про себя Там Продать себя Да Скажем так Ну то есть Какой ты Тоже Чтобы они Тебя именно Вырубили Потому что Множество студентов Которых желают Тоже там Поучить Или множество студентов Которых хотели бы Поработать Там И мне пришлось Доказывать Чем я лучше Чем тот француз Например Который хочет Работать Потому что Вы знаете Там у них Немножко безработица И мне надо было Доказывать Что я вот такая Вот такая И поэтому Все работали Французы Я одна С Узбекистана Такая Вот Ну то есть Нужно Пробиваться Добиваться Такое А Знаете Иногда и круто Что вам откажут Например Не знаю В какой-то компании Может быть Вы вообще Другого Чего-то Хотите достичь То есть И поэтому Вообще Даже не стоит Заморачиваться Если они вдруг Вам что-то скажут Что не подходите Или еще что-то Это случается Окей Пошли в другую дверь Постучались В эту дверь Не открывают Пошли в другую дверь Какая дверь Откроется Именно для вас Вы добьетесь Того Чего именно Хотите Продолжение следует